СОЮЗНИКИ И ПРОТИВНИКИ ОПУБЛИКОВАНО 6 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ БОИ ВО ВРЕМЯ ОТСТУПЛЕНИЯ Начиная самое позднее, с 10 июля 1943 года, наше большое наступление под названием «Цитадель» можно было рассматривать как неудавшееся. 12 июля 1943 года русские начали свое наступление на Орловской дуге с востока и с севера. Немецкое командование должно было перегруппироваться и переместить некоторые дивизии в район русских прорывов. 13 июля 1943 года 2-я танковая дивизия была переведена в район северо-восточнее Орла. Фронт здесь готов был уже развалиться. Это было 16 июля 1943 года под Орлом. Как вечный передовой наблюдатель я находился на самой передовой линии, чтобы оттуда управлять огнем моей батареи. Я вместе с моим радистом окопался на обратном склоне высоты и стал пристреливать определенные ориентиры на вражеской стороне. Это означало, что в случае вражеской атаки я мог обстрелять эти точки, уже не выдавая данные для стрельбы. Горячая еда доставлена не была, и поэтому нам были выданы так называемые пакеты ближнего боя. Они содержали высококонцентрированные продукты питания, такие, например, как кока-кола и виноградный сахар. Была короткая пауза между боями. Враг уже отмечался артиллерийским огнем. Это обычно означало, что он собирается наступать. Скоро возникли первые коричневые фигуры и атаковали наши позиции. Я немедленно отдал приказ открыть огонь, и снаряды с воем полетели в направлении наступающих. Противник наступал огромными массами и хотел обойти нас с левого фланга. Был риск того, что мы попадем в окружение. Наши пехотинцы оставили свои окопы и начали отходить. Я, конечно, тоже не мог оставаться и шел с пехотинцами по некрутому склону. Теперь возникла странная ситуация. Слева от меня появились русские. Они бежали недалеко от нас, параллельно нам. Ни мы, ни русские друг по другу не стреляли. Только артиллерия накрывала нас своими разрывами. Я не мог определить, был ли это наш огонь или вражеский. Я попытался укрыться в леске. При этом я попал в заполненной дождевой водой водосточный желоб из огня до вполыми. Артиллерийские снаряды рвались недалеко от меня, ломая деревья и разбрасывая землю. Один снаряд со страшным звуком разорвался прямо возле меня. К моему счастью, снаряд попал в мягкую землю, взорвался на глубине, и осколки пошли вверх. Но один осколок все-таки попал мне в голову. По легкомысленности я опять не надел шлем, который остановил бы этот осколок. Кровь потекла у меня по лицу. Я быстро вытер кровь, вытащил бинт, наложил себе повязку на лоб и пошел дальше. Там я увидел лежащую на земле фигуру, оказавшуюся обер-лейтенантом Метцем, моим другом и командиром соседней батареи. Осколок попал ему в ногу, и он не мог больше передвигаться. «Не двигайся, я тебя вытащу!» Закричал я ему. Я побежал еще быстрее и увидел посыльного из нашей дивизии. Он стоял под деревом, и у него был мотоцикл с коляской. Я столкнул его с мотоцикла, вскочил в седло и помчался обратно вверх по склону. Под градом выстрелов я нашел моего друга, погрузил его в коляску и рванулся обратно в исходном направлении. Мы промчались мимо задачного посыльного и поехали дальше, пока я не нашел перевязочный пункт, куда издал Хансика Метца. Посыльный получил свой мотоцикл обратно. Осколок, который я тогда получил, до сих пор у меня в голове, и я до сих пор не знаю, кого мне благодарить за мои головные боли, друзей или врагов. Штабной врач выдал мне справку, что я не могу носить стальной шлем, потому что у меня в голове осколок. А Ханс Метц написал благодарственное письмо моим родителям и в дальнейшем, пока был в госпитале, переписывался с ними. 15 сентября 1943 года он получил немецкий крест в золоте, а 5 марта 1945 года, будучи капитаном и командиром 1042 батареи, рыцарский крест. 18 июля 1943 года началось большое наступление врага. Оно имело масштабы, которые затмили все, что было до сих пор. Плотные волны наступающих с 200-300 танками катились на нас. Наступление было направлено на Орел и Брянск. Героическое сопротивление задерживало врага, который терял в день по 20 танков. Но части нашей дивизии все-таки были отрезаны. Настал полный хаос. Пришел приказ на отступление и занятие новых позиций за рекой Акой. Здесь наступление русских на короткое время удалось остановить. Их переправа через реку не удалась. Я снова и снова участвовал в оборонительных боях. Мы в основном стреляли прямой наводкой. Русское наступление на Орел сорвалось, как и попытки прорывов у Ельни и Рословля. Только 2-я и 8-я танковые дивизии в этих оборонительных боях уничтожили около 900 танков и машин противника. Несмотря на то, что сами были далеки от штатной численности. При увеличении своих успехов, потерпевшими поражение германскими командирами, достигло здесь, вероятно, максимума. Все эти оборонительные бои я не могу ни вспомнить, ни писать. Я постоянно был в бою, и у меня они все перепутались, запомнились только несколько особенно ярких эпизодов. Один раз я был прикомандирован к роте пехоты, которая занимала фронт около 2 километров. В этой роте остались 7 человек. Они находились в окопе на расстоянии 100 метров друг от друга. Эти пехотинцы были такими опустошенными боями и уставшими, что ночью засыпали на посту. Почти каждую ночь русская разведка утаскивала одного из них из окопов. Мне самому приходилось обходить их посты, контролировать, не заснули ли они, и будить их. Из-за постоянных прорывов врага в различных местах положение запутывалось все больше и больше. Часто между нашими частями возникали огромные дыры, через которые русские делали новые прорывы. «Где стоят наши соседи? Когда мне опять надо было ехать в какую-нибудь новую часть, чтобы поддерживать ее артиллерии, я часто блуждал по полям и лесам по причине общего бардака и плохих карт. Повсюду были партизаны, и мне очень повезло, что я им не попался. Так однажды я ехал на моем командирском танке с целью разведать положение. Я осторожно заехал на пригорок, и ужас! Получил страшный удар. Баронебойный снаряд попал в правую гусеницу и разбил ее. Поворачивая направо и налево, мой водитель попытался отъехать назад. К счастью, нам удалось съехать назад с пригорка. Но мой любимый танк пришлось взорвать. Для этого в каждом танке был запас взрывчатки. В нашу часть мы вернулись пешком. Другой раз нашей дивизии заткнули дыру во фронте. Я с моей батареи занял позицию за холмом и пристрелял ориентиры. Потом я на броневике поехал в направлении врага разведать обстановку. Наших пехотинцев нигде не было. Я поехал еще дальше и увидел огромное количество вражеских сил, которые переходили через речку. Это была моторизированная часть, с ней были лошадиные упряжки и танки. Я немедленно открыл огонь по переправе прямо по массам врага. С потрясающими результатами. Я должен был удерживать врага как можно дольше, до тех пор, пока наши части не закроют дыру во фронте. Спустя некоторое время ко мне присоединились небель верферы, реактивные минометы и армейская артиллерия. Это был ад. Чтобы разведать, где находится враг, я подъехал к хутору, вышел из броневика и поднялся примерно на 100 метров, двигаясь к ближайшему дому. Когда я к нему подошел, то я увидел, что у входа стоит немецкий карабин. Я не видел немецких пехотинцев, и для меня так и осталось загадкой, почему там стоял этот немецкий карабин. Я взял карабин в руки и убедился, что он заряжен. Потом я заглянул за угол дома, и у меня перехватило дыхание. Не далее, чем в 20 метрах от меня, я увидел русских пехотинцев, которые шли на меня широким фронтом. Впереди шел офицер или комиссар. А дальше были видны подходящие толпы русских с лошадьми и машинами. Они переходили через болото и ручей. Что мне было делать? Если бежать, то русские догонят меня быстрее, чем я добегу до броневика. Если промедлю, они меня застрелят здесь. Я быстро принял решение. Прицелился и выстрел из найденного карабина в их передводителя. Он упал на землю, не зная, убил я его или нет, и тут же отпрыгнул назад. Под градом пуль я помчался к моему броневику и поехал обратно к моей батарее. Достигнув батареи, я получил приказ немедленно сменить позицию. В дивизии перехватили вражеский разговор по рации. У нас была такая возможность, у нас было специальное подразделение для этого. В этом русском радиосообщении приказывалось всеми средствами уничтожить мою батарею, потому что она задерживает русское наступление, наносит потери. Едва мы оставили позицию, началось русское огненное волшебство, но снаряды били по пустому гнезду. Тем временем наши части закрыли дыру во фронте. Вражеское наступление было остановлено только благодаря моей батарее. Если кто-то думает, что на войне погибают только солдаты, находящиеся на переднем крае, то он ошибается. Я снова был в нашем обозе, где обеспечивал снабжение боеприпасами. Также я пошел на кухню, обсудить с поваром раскладку продуктов и меню. И, как это часто бывало, неожиданно вокруг нас начали рваться снаряды. Один снаряд попал в грузовик полевой кухни рядом со мной и ранил повара. Я доставил его на перевязочный пункт, который был рядом. Там врачи только что закончили предыдущую операцию и сразу же положили моего повара на операционный стол. Мне разрешили посмотреть, что там происходит. Врачи его раздели, и казалось, что осколками у него были повреждены многие органы в животе и груди. Я удивлялся врачам, которые, несмотря на то, что снаряды рвались прямо у палатки, в полном спокойствии сшивали разорванные органы. Операция продолжалась почти час, но напрасно. Мой повар умер. 8 августа 1943 года 2-я танковая дивизия была снята с фронта и ускоренным маршем переведена в Ельню. Там также были тяжелейшие оборонительные бои с дальнейшими потерями территории и отходом за Десну. Дивизия была практически разбита, и 4 сентября ее опять сняли с фронта и перевели восточный Смоленска, под Ярцево, для восстановления. После нескольких дней восстановления 2-ю танковую дивизию по ходным порядкам перевели в район Чернигово и опять поставили в оборону на фронте. Русский, Дрангнахвестен, натиск на запад, продолжался, не ослабевая. Русские шли все дальше, и мы все меньше могли им что-то противопоставить. К концу сентября нас вынудили отойти за Днепр. Наибольшие потери мы несли от пехоты и танков, но не от авиации. Было 26 сентября 1943 года. Мы отступали на запад. Нам надо было переправиться через Днепр. Все мосты были взорваны, и наши пионеры, то есть саперы, построили временный мост. Русские были уже прямо позади нас и частично рядом с нами. Это значило, что надо было обеспечивать наш переход через Днепр. Я получил приказ прикрывать мост моими веспи до тех пор, пока последние части не перейдут через Днепр. Мы опять были настоящей командой поездки на небо. Я установил мои самоходные орудия рядом с дорогой, по которой шло отступление, и немедленно приказал открыть огонь по уже появившимся русским. Прямой наводкой, стрельба которой для моих людей уже стала практически ежедневным занятием, мы принудили русских отойти в укрытие. Я стоял рядом с моими самоходками и увидел, что по дороге кто-то приближается. Это оказался мой командир дивизиона, майор Хаузель. Как нас учили, я вышел вперед для доклада, но русские нас увидели и открыли по нам огонь. После доклада я повернулся к моим самоходкам, но тут получил удар в грудь и упал на дорогу. Мой командир также упал рядом со мной, у него было касательное ранение в правую руку. Я осмотрел себя и увидел дыру над моим левым нагрудным карманом прямо напротив сердца. Мы с удивлением друг на друга посмотрели, и мой командир сказал мне, «Хайнлайн, это ваше пятое ранение, вы получите золотой значок за ранение». Нагрудный знак за ранение первой степени, золотой, вручался за пять или большее количество ран, а также за серьезные ранения, приводящие к полной инвалидности. Это у него был приступ юмора висельника. Он оттащил меня в придорожную канаву. Мои люди все это наблюдали и запросили для меня перевозку. В бешенстве они открыли по-русским огонь и стреляли, пока огонь русской пехоты не прекратился полностью. Тем временем приехал броневик, в который меня погрузили. Когда броневик уже стронулся с места, я сказал, «Стой! Посмотрим, что там у меня случилось!» Мне расстегнули накидку и рубашку, пошла кровь, но мне было не особенно больно. Когда вытерли кровь, никакого пулевого ранения, как все думали, видно не было. Был виден только тупой удар напротив сердца. Что произошло? Дело в том, что было холодно, и я носил меховой жилет под накидкой. А в нагрудном кармане у меня были документы. Денежная книжка, отпускная книжка и так далее. Пуля пробила нагрудный карман, но меховой жилет и пачка документов ее отклонили, и она только поцарапала мне кожу на ребре и вышла наружу. Шла кровь, но ранение не было тяжелым. Мне быстро наложили повязку, я оделся, выпрыгнул из броневика и побежал к моим людям у орудий. Они были поражены и думали, что я — это привидение или что я святой. Они уставились на дыру в моем нагрудном кармане, а потом, не веря на меня, мне опять повезло, в госпиталь я не попал. Моей батарее огнем прямой наводки удалось помешать русским захватить переправу через реку. Когда все наши части переправились, переправился и я с моими самоходными орудиями, а мост был взорван. Таким образом, мы обеспечили переход наших частей через реку. Обычно в таких случаях офицеры получают рыцарский крест. Месяцы отдыха. Оборонительные бои за Днепр продолжались для 2-й танковой дивизии до конца октября 1943 года. Потом до конца 1943 года были бои в Припятских болотах в районе городов Речица и Щитковичи. В декабре 1943 года дивизия была снята с фронта. После двух лет и четырех месяцев непрерывных боев в России дивизия полностью сточилась и настойчиво нуждалась в освежении. Эшелонами нас перевезли в Северную Францию, в район Аррас-Камбре-Бапом. Сменилось руководство дивизии. Генерал-лейтенант Фольрот-Любе получил 17 августа 1943 года рыцарский крест и стал командиром 81-й пехотной дивизии, а новым командиром 2-й танковой дивизии стал генерал-лейтенант Генрих Фрайхер фон Людтвиц. Свой рыцарский крест он получил еще 27 мая 1942 года, будучи полковником и командиром 59-го пехотного полка. В конце января 1944 года я получил приказ привезти делегацию 2-й танковой дивизии в Хофбург, в Вену. Хофбург – это дворцовый комплекс династии Гасбургов в Вене на прием к гауляйтеру Бальдеру фон Шираху. После этого я получил многонедельный отпуск. В Венской газете 28 января 1944 года был напечатан отчет о приеме. Рейхсхлейтер принял фронтовых солдат. Рейхсхлейтер Бальдур фон Ширах принял в четверг на Бальхаусплац делегацию 2-й танковой дивизии под командованием обр-лейтенанта Хайнлайна в составе 56 унтер-офицеров и солдат, которые в тяжелейших боях на Восточном фронте были многократно награждены и теперь находятся в многонедельном восстановительном отпуске в Австрии. После того, как Рейхсхлейтер нарисовал своим гостям впечатляющую картину достоверной решимости и готовности Родины к борьбе, которая и в Вене тоже прошла все проверки на прочность и всегда с честью доказывает это фронту, он передал им сердечные пожелания от населения Вены и успехов в дальнейших сражениях на фронте. Потом я находился в отпуске в Зальцкамергуд, курортный район в Верхней Австрии, и там получил телеграмму о том, что 21 февраля 1944 года мне присвоен немецкий крест в золоте. В представлении на эту высокую награду за храбрость можно было прочитать. Хайнлайн с его батареи самоходных орудий находился в самых горячих пунктах боев среднего участка Восточного фронта – Вязьма, Клин-Подмосковный, Ржев, Белый, Орел, Ельня, Чернигов, у Припяти, на Днепре, юго-западнее Гомеля, Решица и Березина. Хайнлайн, который после участия в западной кампании и на Балканах с октября 1941 года находился на востоке, разбивал на самой передовой линии вражеские позиции и отражал атаки, участвовал в ближних боях и шел после прорыва в большевиков в контратаке вместе с пехотой. Во время наших атак Хайнлайн уничтожил много орудий. Особенно он выделился при обороне плацдарма на Днепре, северо-западнее Чернигово, где он с кратчайшего расстояния уничтожил уже прорвавшиеся батальоны врага. При этом он был ранен в пятый раз. Он носит следующие награды. Железный крест первого класса. Железный крест второго класса. Значок за ранение в серебре, значок за танковую атаку, восточную медаль и болгарский орден за военные заслуги. Особенное свидетельство признания от главнокомандующего сухопутными войсками за его выдающиеся заслуги на поле боя под Вязьмой он получил 12 октября 1941 года. И еще один сохранившийся документ. Характеристика на обер-лейтенанта Вальтера Хайнлайна от 1 марта 1944 года. Офицер, идеально подходящий для своей профессии. По характеру чистый, открытый, ясный. Солидная, спокойная натура, при этом веселый и горячий. Темпераментный, энергичный и очень сознающий свой долг. Физически ловкий и выдерживающий длительные нагрузки. Духовные способности средние. Живет национал в социалистическом мировоззрении. В боях всегда активен, всегда готов вступить в бой и храбр. Хорошие знания и достижения. Хорошо держит себя с солдатами, хорошо с ними обходится по-товарищески и всегда готов помочь. Воспитывает свою батарею политически и мировоззренчески. Привержен своим солдатам. Сильные стороны оптимистичен и устойчив к кризисам. Слабые стороны не обнаружены. Одним из первых, поздравивших меня с наградой, был командир дивизиона майор Карл Хаузель, который написал мне письмо. Вместе со мной немецкий крест в золоте получил также дьютант 1-го дивизиона, 74-го танко-артиллерийского полка, обер-лейтенант Рольф Даненберг. Высшее военное руководство решило, что скоро может произойти вторжение во Францию англичан и американцев. И моя 2-я танковая дивизия в конце апреля 1944 года была переведена в район Амьена, в северной Франции. Мы получили новые машины и пополнение в людях. Чтобы держать нас в форме, в слегка холмистой местности были проведены учения танков и артиллерии. Также были поездки в сторону канала, чтобы ознакомиться с местностью. Для защиты от приземления вражеских самолетов на открытой местности была применена так называемая спаржа Роммеля. Это были деревянные брюна, примерно 3 или 4 метра длиной, забитые в землю на расстоянии 50 метров друг от друга. Приземляющиеся планеры должны были об них разбиваться. Для этих работ применялись не только мы, но и гражданское население. Французы охотно это делали, потому что им за это платили. В Амьене был сооружен Центр свободного времени для военнослужащих вермахта. Там, кроме еды и питья, можно было заниматься на спортивных тренажерах. Я этот Центр охотно посещал, потому что там можно было встретить молниеносных девушек. Это были девушки в униформе, которые служили помощницами в службе связи Люфтваффе. Там я познакомился с одной восточной прусачкой. Но наша дружба продолжалась только очень короткое время. Несмотря на это, это было прекрасное развлечение тяжелой солдатской жизни. Я и мой друг, обер-лейтенант Данненберг, купили у заводчика по щенку английского сеттера. Эти зверьки в черно-белых пятнах стали нашими постоянными сопровождающими. Здесь я должен сказать, что еще до того я получил иранского сеттера по имени Тилли от моего командира Ханса Эндриса, который из-за своего перевода не мог больше содержать собаку. Мы стали одним сердцем и одной душой. Тилли с гордостью сидел рядом со мной в открытом джипе Хорх. Легковой автомобиль повышенной проходимости использовался как штабная машина. Были специальные варианты, легкие тягачи, радиомашины, саперные машины. С носом по ветру и дрожащими ушами. Однажды он учуял зайцев, на полном ходу выскочил из машины и устроил охоту на зайцев, но никого не поймал. К сожалению, вскоре я должен был отослать его в Германию. Второй щенок, Сильвия из приятного леса, таким было ее благородное имя, по ночам спала вместе со мной, а когда я вставал, она вскакивала и стягивала одеяло с еще спящих товарищей. С гордостью мы с Данненбергом гуляли с собаками по городу с целью обратить на нас внимание девушек. Скоро мы обнаружили, что у офицеров в АФНСС шансов больше, но мы все равно получали то, что мы искали. Однажды у меня появилась француженка и сообщила мне, что один из моих солдат украл у нее курицу и не расплатился. Из-за этой курицы я должен был, в принципе, наказать этого злодея. Во время войны из-за одной курицы я, конечно, заплатил ей деньги и на бумаге отчитался, что солдат наказан. Важно отметить, что во Франции я мог купить все, что угодно, магазины были полны. В ресторанах, среди прочего, можно было в любом количестве получить омары и устрицы, и мы этим пользовались. О какой-то враждебности к нам не было и речи. Но жизнь, как у богов, во Франции скоро закончилась. 1 июня 1944 года я был досрочно произведен в капитана. Как капитан я мог и наказать солдата. Один раз мы были в доме, и один наш солдат чистил оружие. На другой стороне за стеной сидел другой солдат. Тот солдат, который чистил оружие, был неосторожен, выстрелил и застрелил насмерть солдата за стеной. У нас это наказывалось смертной казнью. Но это был очень молодой солдат, и я его хорошо знал, потому что он у меня служил. Поэтому я пытался сделать все, чтобы его не расстреляли. Его не расстреляли, он получил штрафной лагерь, но и это было очень строгим наказанием. У нас в части, конечно, были те, кто себя ранил по неосторожности. Но никогда никто не ранил себя умышленно. Бои на фронте вторжения. 6 июня началось вторжение. Гигантская волна кораблей и самолетов покатилась к французскому берегу. Верховное командование не верило, что это решающая высадка и медлило. Только 9 июня мы получили приказ на марш в направлении побережья. А мы были далеко, в Амьене. Дорогое время было упущено. Теперь я знаю, почему случилась эта задержка с огромными последствиями. Наш вождь ожидал вторжения на самом узком участке канала, у Кале, где укрепления Атлантического вала, были особенно сильными, но высадка состоялась в устьях Орна и Виры в Нормандии. К этому времени дивизия была почти полностью переоснащена. Мы получили 93 танка Т-4 с длинной пушкой, 74 пантеры с 75-мм пушкой и 21 ягдпанцер-4. Мой 1-й дивизион 74-го танково-артиллерийского полка получил 12 новых Веспе. 2-й дивизион получил 6 хумелей. Командиры и передовые наблюдатели получили новые командирские танки. Чтобы поберечь гусеничные машины, их отправили на поезде. Остальные части пошли своим ходом. Из-за разрушенных мостов и дорог мы должны были ехать в большие объезды, в том числе через Париж. Начиная с этого момента, нам пришлось иметь дело с вражеской авиацией. От нее появились первые потери. Фатальным было то, что из-за разрушенных путей наши гусеничные машины должны были быть выгружены уже за Парижем. К сожалению, в первых боях они не находились в нашем распоряжении. Наша дорога вела через город Дрё, в сторону коммуны Аржанта. Так как из-за сильных налетов авиации мы могли ехать только ночью, туда мы добрались только 12 июня. Наши истребители, к сожалению, нас практически не поддерживали. В спешке мы достигли Камона, но сразу к западу от него все лопнуло. К тому моменту, как я, в качестве передового наблюдателя, в составе созданной на скорую руку передовой группы 13 июня добрался до Виллер-Бокаш, то есть на направлении Кана, противник уже захватил 4 плацдарма и взял Вайо. Как я уже говорил, танков у нас не было и мы должны были атаковать на броневиках при поддержке артиллерии. Когда мы вступили в бой, город был уже частично в немецких руках. Утром 13 июня 1944 года оберштурмфюрер СС Михаил Виттман вместе со своей ротой, второй ротой 501-го тяжелого танкового батальона СС добрался до Виллер-Бокаш. Виттман лично занял хорошо замаскированную позицию на своем «Тигре». 8.00 дозорный сообщил, что к Виллер-Бокаш подходит сильная колонна танков противника. Это была 22-я танковая бригада, известной 7-й британской танковой дивизии. Виттман больше не видел возможности известить свою роту. Совсем один он терпеливо ждал момента для атаки. Когда вражеская колонна вышла на его линию, он открыл огонь. Как только Виттман выехал из своего укрытия на дорогу и открыл огонь по колонне стоящих танков и машин противника, первый танк сразу же взорвался. Экипаж Виттмана вел огонь по британской пехоте из пулемета, а танки и прочие машины стали жертвой его пушки. Сильное бронирование тигра защищало его от вражеских выстрелов. Английская бригада отошла назад с большими потерями. Только один Виттман уничтожил 21 танк и большое количество других машин. Позже в самом городе танк Виттмана получил попадание в гусеницу и встал. Под вражеским огнем Виттман шел пешком 15 километров до учебной танковой дивизии. За этот решающий бой Михаэль Виттман 22 июня 1944 года получил мечи к рыцарскому кресту. К этому моменту он с подбитыми 138 танками и 132 противотанковыми орудиями был самым успешным танковым командиром Второй мировой войны. 8 августа 1944 года он нашел свою солдатскую смерть. Когда после обеда 13 июня 1944 года вместе с первыми частями 2-й танковой дивизии я достиг Вильер-Бакажа. Над городом еще стоял дым от подбитых вражеских танков. Город полностью перешел в немецкие руки. Враг окопался на высотах вокруг Камона. Точнее Камон-Леванте. Примерно в 10 километрах западнее Вильер-Бакажа. И мог хорошо видеть местность. Из-за вражеского превосходства в воздухе мы могли передвигаться только по ночам. Наши танки все еще не прибыли. И что это означало при таком превосходстве врага каждый может себе представить. В то же самое время враг уже смог доставить в район боев такое количество техники и боеприпасов, что его превосходство стало ужасающим. Наши части несли большие потери. Наши танки еще не прибыли и мы атаковали только при поддержке артиллерии. Я стрелял практически без остановок до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Но 18 июня наконец-то прибыли наши танки и дело пошло. Камон мы все-таки больше завоевать не смогли. Преимущество врага было слишком сильным. Большие потери наносила нам прежде всего корабельная артиллерия. Это странно, так как расстояние от Камона до ближайшего побережья составляет минимум 25 километров. От солдат обеих сторон требовались нечеловеческие усилия, но нам было гораздо тяжелее, потому что преимущество врага уже составляло 100 к 1. У нас очень сильно был заметен недостаток снабжения боеприпасами и бензином. Подвод с поджелезной дороги был уже невозможен, а дороги находились под сильным огнем артиллерии. Поэтому начались позиционные бои. Они продолжались с 19 по 24 июня. Нас это совсем не радовало. Оборудование позиций, рытье окопов, установка маскировочных сетей, это все были неприятные работы. Враг стрелял по нам и по нашим позициям. С воздуха ему было легко это делать. Кроме того, нас постоянно пеленговали и меня это особенно затрагивало. Как только я по рации давал приказ на батарею, немедленно приходил ответ от противника в виде артиллерийского налета. Ага, меня запеленговали. Поэтому мне постоянно приходилось менять позиции. Но позиции моих самоходок также можно было обнаружить. Постоянная смена позиций была невозможной, поэтому мы несли высокие потери. У меня всегда были предчувствия, которые мне говорили, что я должен был делать или не делать. Можно также сказать, что мне повезло, что я мог так держаться. Когда я занимал позицию где-то на местности, у меня немедленно появлялось чувство, которое мне говорило, могу ли я тут быть в безопасности или нет. Если нет, то я обязательно искал какое-нибудь другое место, на которое указывал мне внутренний голос. Как у офицера у меня была возможность так поступать. И как же часто меня это спасало. Были ли у товарищей в танках, у пушек или в окопах такие же предчувствия? Может быть, но эти парни не могли поменять или бросить свои позиции, они должны были оставаться там, где им было приказано. Мои офицеры, и прежде всего унтер-офицеры и солдаты, всегда контролировали обстановку, и я всегда мог на них положиться даже во время самых тяжелых боев. Незаметными героями были водители, подвозившие боеприпасы и снабжения. Как часто они должны были ездить через партизанские районы, как часто на них нападали или даже убивали. Враг часто обстреливал перекрестки дорог артиллерийским огнем, чтобы помешать подвозу. Здесь тоже были потери. В качестве признания заслуг этих парней я многих из них представил к ЕК-2 и к ЕК-1 железный крест 2-го и 1-го класса, соответственно. И если уж я про это заговорил, то я должен еще упомянуть, что наши санитары под тяжелым огнем пехоты и артиллерии заботились о раненых. 25 июня врагу удался прорыв через позиции нашего соседа 12-й танковой дивизии СС У-Тилли. Части 2-й танковой дивизии должны были вступить в бой. Вместе с 12-й танковой дивизией СС Гитлера Югент мы смогли победить противника. 27 июня были уничтожены 14 танков противника, а 28 июня 53 танка и 15 противотанковых пушек. Только 1-я рота 3-го танкового полка уничтожила 40 танков, 11 противотанковых пушек и вдобавок 14 броневиков. У нас в траве еще оставалось 80 танков Т-4 и 20 Пантер. Моя батарея к этому моменту была еще полностью укомплектована. Но в связи с тем, что части нашей дивизии постоянно передавали на угрожаемые участки фронта, планы взять Камон пришлось оставить. В связи с высокими потерями обеих сторон 2 июля южнее Камона было объявлено 4-х часовое перемирие, чтобы подобрать раненых и мертвых. Нам передали попавших в плен немецких врачей и медсестер. 9 июля было объявлено еще одно такое перемирие и еще один раз это произошло позднее. Тогда произошла вот такая история. Неожиданно перед одним из наших танков появился старый британский офицер и сказал, что за безумие между собой воюют два германских народа. Потом он угостил командира танка сигаретами и исчез. С момента вторжения существовали оперативные и тактические разногласия между генерал-фельдмаршалами Роммелем и Рундштеттом. Рундштетт считал, что возможно будет окружить высадившиеся соединения противника после того, как они продвинутся глубже от побережья. Наши сильные танковые соединения, которые стояли в готовности у Парижа, должны были затем уничтожить окруженные силы. Роммель, напротив, исходя из своего африканского опыта, хотел победить врага на побережье и вообще не пускать его вглубь французской территории. Поэтому наши танковые соединения надо собрать на побережье. В конце концов победила точка зрения Рундштетта. А последствия мы прочувствовали на себе. Сначала мы слишком поздно получили приказ выдвинуться к побережью, потом на марше нас атаковали с неба и мы понесли существенные потери, потом наши танки не могли быть доставлены по железной дороге. Мосты, которые вели к месту боев были разрушены бомбардировщиками. Наше тяжелое вооружение должно было ехать в объезды по 100 километров. Наших самолетов, к сожалению, вообще не было видно. Нас оставили полностью без защиты перед вражескими атаками с воздуха. С точки зрения сегодняшних знаний соотношений сил между тогдашним вермахтом и его противниками, эта тактика с самого начала была обречена на неудачу. Но тактика Роммеля тоже не могла привести к успеху. Так как никто не знал, где именно высадятся союзники, невозможно было направить наше соединение концентрировано на одну точку на побережье. А для того, чтобы защищать несколько отрезков побережья, наших сил тогда не хватало. Также чудовищное преимущество в воздухе и в корабельной артиллерии наши части не могли ничем компенсировать. Наша люфтваффе оказалась полностью несостоятельным. Вследствие этих тактических колебаний мы больше не получали точных приказов, что именно нам делать. Во всяком случае, по этой причине нас принудительно привели к состоянию позиционной войны. И поскольку мы были настроены атаковать, это было для нас особенно тяжело и неожиданно. Снова и снова позиции моих самоходок попадали под обстрел корабельной и обычной артиллерии. Один раз я шел к себе на позиции, чтобы успокоить моих людей, но попал под такой град снарядов, которого я еще никогда в жизни не видел. На тысячу выстрелов противника мы отвечали в лучшем случае десятью выстрелами. У моих орудий были и солдаты старших возрастов, отцы семейств. На позиции некоторые из них старались держаться как можно ближе ко мне, в их глазах стояли слезы. Они считали, что когда они находятся рядом со мной, с ними ничего случиться не может. Уже в России, прежде всего, после баснословного выстрела в мою грудь, у меня была слава человека, которого невозможно убить. Конечно, мне тоже было страшно, но я хотел быть примером и не мог этого показывать. Позже я должен был даже несколько этих старичков отослать назад. К концу войны они стали слишком нервными. Немного позже я пережил еще один тяжелый удар. Снаряд разорвался в стволе гаубицы, и орудия, и пятеро его канониров были разорваны на куски. Это были прекрасные товарищи из Южного Тироля. Я должен был сообщить их родителям, что они погибли смертью героев. Они были убиты снарядом, произведенным саботажниками на фабрике в Германии. В июле 1944 года 2-я танковая дивизия все более теряла свою целостность, потому что все больше подразделений из ее состава передавались в другие части для поддержки в тяжелых ситуациях. 27 июля дивизия, которая до того находилась в основном в районе Кана, была снята с фронта и переведена в район Тесси-Навири, Тесси-Сюрвир. Положение там стало критическим, потому что союзники прорвались юго-западнее Сен-Ло и продвигались дальше на юг. Но к этому времени я со своей батареей уже несколько дней находился там. 25 июля началось большое наступление союзников на наши позиции. Ценой большой крови оно было остановлено. Противник потерял при этом 19 танков и 25 самолетов. Что там происходило дальше, я уже не знаю. Я лежал с пятью моими товарищами на наблюдательном пункте в одном брошенном крестьянском доме, когда с оглушительным ревом началась большая атака вражеской авиации. 50 тандерболтов, 400 средних бомбардировщиков и полторы тысячи летающих крепостей и либерейторов сбросили на наши позиции 4200 тонн бомб. Я с товарищами бросился под наш танк и сжал прямого попадания. Но произошло другое. Я решил, что наступил конец света, когда сразу за домом четырехмоторный американский самолет врезался в землю. Два летчика выпрыгнули из заднего люка прямо перед столкновением с землей. Позже мы нашли их с раздробленными черепами. Нот с самолета был сплющен в гармошку. Моим танком мы растащили остатки самолета. При этом из них вывалилось пять раздавленных летчиков. Мы похоронили их в поблизости и поставили над могилой деревянный крест. Во время бомбардировки многие наши танки были подбиты, перевернуты или засыпаны землей. Напалмовые бомбы вызывали пожары и тяжелые ранения экипажей. Но эта бомбардировка 25 июля попала также по американским войскам и убила у них 490 человек, включая генерал-лейтенанта Макнейера. Генерал-лейтенант Лейсли Джеймс Макнейер был самым высоким американским военным чином, погибшим во Второй мировой войне в результате боевых действий и погиб он от собственных бомб. После тяжелой воздушной атаки 25 июля 1944 года американцам удался прорыв между Перье и Синло. При этом для нас возникла опасность окружения, поэтому наша дивизия со всей возможной скоростью была переведена в район ТСи на Вере. Приказ гласил, что дивизия должна переправиться через Веру у ТСи и наступать на север, установить связь с 3-й парашютной дивизией Люфтваффе и закрыть важную дорогу Синло-Перси. Наш северный фланг постоянно атаковали, и поэтому мы должны были направить наши атаки на северо-запад. Важным было установить связь между остатками учебной танковой дивизии и танковой дивизии СС Досрайх. Боевая группа, состоящая из 7-й роты 3-го танкового полка, 7-й роты 304-го танково-гренадерского полка и саперов из 10-й роты 304-го танково-гренадерского полка наступало 28 июля на занятую врагом деревню Ладенизьер. Я в качестве передового наблюдателя был с ними на моем командирском танке. Сначала наша неожиданная атака казалась полным успехом. Враг бежал без порядки и потерял при этом две противотанковые пушки, несколько танков и около 40 машин. Цель атаки была достигнута. Но враг перегруппировался и яростно контратаковал нашу группу при поддержке тяжелой артиллерии и самолетов. Кольцо вокруг нас постепенно стягивалось и мы должны были перейти к круговой обороне. Дивизия приказывала продолжать удерживать этот важный опорный пункт. В моем командирском танке Т-3 я встал в нашу оборонительную линию и оттуда отдавал команду на ведение огня моей батареи. Рядом со мной стоял танк Т-4 с молодым лейтенантом в башне. Нас накрыли огнем стрелкового оружия и противотанковых пушек. Выстрел из противотанковой пушки в башню танка Т-4 оторвал лейтенанту голову. Я тоже едва мог высунуть голову из танка из-за постоянного стрелкового огня. Наше положение становилось все более тяжелым. Наши потери росли. Должен ли я погибнуть так же, как этот лейтенант? Следующей ночью командир боевой группы обер-лейтенант Янс собрал нас для обсуждения ситуации. Он отдал нам приказ подготовиться к отходу. Я объявил обер-лейтенанту, что этому приказу я подчиняться не буду, потому что из дивизии приказа отходить не было. Командиры других подразделений также присоединились к моему мнению. Вскоре после этого, когда обер-лейтенант Янс выбыл из строя по ранению, я, как старший по званию, принял на себя командование боевой группой. Я приказал держать круговую оборону, заминировать улицы и так далее. По причине наших больших потерь я приказал оборудовать в школе перевязочный пункт. На следующий день я предпринял вылазку штурмовой группой с целью выяснить, насколько свободна дорога, по которой мы могли бы отступить. Три танка Т-4 должны были продвинуться по дороге, а маленькая группа пехоты под моим руководством должна была пройти по лощине параллельно дороге. Мы должны были встретиться у дома, который стоял в том месте, где лощина примыкала к дороге. С громкими криками, ведя огонь из пистолетов пулеметов, мы прорвались через позиции врага и достигли дома вместе с танками. Мы захватили дом, но противника там не было. Мой лейтенант Рудольф бежал прямо за мной и получил чему опять не я. Дальнейшее продвижение было невозможным, да оно и не было запланировано, поэтому мы вернулись на наш опорный пункт. Моего раненого лейтенанта Рудольфа я перевязал в моем танке и он выжил. Ночь стала для нас адом, но мы держались. Позже пришел приказ попробовать прорваться. Я отдал соответствующие приказы командирам наших подразделений. Танки должны были прорываться по дороге, а пехота по лощине. Перевязочный пункт я оставил противнику, передав раненых американцам. Прорыв нам удался, но с большими потерями. Через два километра мы соединились с нашей частью. Нас встретили с воодушевлением. Я должен был доложиться командиру дивизии генерал-лейтенанту Фрайхеру фон Люттвитцу. Он выразил мне высочайшее признание и благодарность. Позже в дневном приказе под дивизией командир дивизии еще раз подчеркнул значение этой вылазки для решающего успеха восстановления общего положения. По результатам этого успешного боя я был представлен моим полком к награждению рыцарским крестом к железному кресту. Разница между немецким крестом в золоте и рыцарским крестом была следующая. Рыцарский крест можно было получить за одну удачную операцию, а немецкий крест в золоте давали, если ты как офицер семь раз заслужил железный крест первого класса. Это практически был орден за высшую храбрость. Выше был только рыцарский крест. Чтобы не казалось, что немецкий крест в золоте это предварительная ступень к рыцарскому кресту, немецкий крест в золоте носили справа, а все остальные ордена слева. Во время моего пребывания в Ла-Денизье 1 августа 1944 года я написал письмо моим родителям. Мои любимые родители, сегодня у меня есть для вас новости. Я не знаю, с чего мне начать. Я жив и здоров, только очень устал от боев. Но я должен вам написать, потому что до того у меня не было времени. Вы уже знаете из моего последнего письма, что 1 июня 1944 я стал капитаном. Пять дней назад началось мое боевое задание перерезать дорогу, по которой идет вражеское снабжение. С 13 танками и двумя броневиками мы, как в старые времена, пошли в атаку и скоро победили. Две противотанковые пушки, 10 вражеских танков и около 40 машин мы захватили в плен или уничтожили. За этим последовали тяжелые вражеские контратаки, но мы держались. На следующее утро командир боевой группы был ранен, и я принял командование на себя. Можете мне поверить, ответственность была очень высокой, и я горд, что я выдержал этого испытания. Нас окружили. Нет боеприпасов, нет снабжения. Мы держимся. Шесть наших танков были подбиты, но мы удерживаем важнейший перекресток дорог в долине и наносим врагу огромные потери. Днем и ночью враг атакует со всех сторон. Однажды я был в танке, вел огонь одновременно моей батареей и пулеметом. Потом я опять был с моими гренадерами, которые с воодушевлением следовали за мной. Мой танк получил много попаданий и в нем несколько пробоин. С тремя танками и несколькими гренадерами я ходил в контратаку и обратил в бегство 150 американцев, но пробиться к нашим частям не получилось. Мы опять заняли круговую оборону. Нас атакуют самолеты и самая тяжелая вражеская артиллерия. Даже если наша стая станет меньше, мы будем держаться. Я лечу из одной смертельной опасности в другую. Через три дня боев в окружении пришел приказ пробиваться к своим с маленькой надеждой, что это получится. Все нас бросили. Шестью танками и несколькими ранеными мы едем, чтобы спасти наши жизни, бешено стреляем, пересекаем изгороди и овраги. Огромная удача, наш прорыв удался, и это был ад. Начиная с командира армейского корпуса и до последнего гренадера, все наши товарищи следили за нашей практически безнадежной борьбой. Нас приняли, как снова родившихся, и поздравляли. На следующий день меня вызывали во все штабы и к генералу, который выразил мне свое особое признание. Я должен был написать письменный отчет. Что из этого последует, мы еще увидим. Теперь после того, как я по меньшей мере 11 дней и ночей не спал, я должен немного отдохнуть. Сердечные приветы, ваш счастливый Вальтер, мы должны победить. Мне неизвестно, почему я не получил рыцарский крест. Хотя к концу войны простых солдат старались больше награждать, но действия боевой группы получили заслуженное признание в дневном приказе 2-й танковой дивизии. А 3-го августа 1944 года 2-я танковая дивизия была упомянута в отчете Вермахта. 2-я танковая дивизия в Нормандии под непосредственным руководством ее командира, генерал-лейтенанта Фрайхера фон Людтвитца, проявила как в нападении, так и в обороне образцовую твердость и храбрость. С 13 июня по 30 июля дивизия добилась следующих успехов. 180 танков уничтожено, один танк захвачен, 28 самолетов сбито, 27 бронированных машин уничтожено, 52 противотанковые пушки уничтожены, 20 грузовиков захвачено и взято 668 пленных. После возвращения остатков боевой группы из Ладенезье времени на отдых у нас не было. В северний Труаго шли жестокие ближние бои, а огонь вражеской тяжелой артиллерии и налеты авиации нанесли нам серьезные потери. В ротах оставалось по 50-60 человек. В гористой и лесистой местности было тяжело поддерживать пехоту артиллерии. Мы вынуждены были отступить до Тесси. 1 августа город был потерян. Еще одна попытка. Следствие прорыва у Сен-Ло 4 августа 1944 года американцы взяли Авранж. Этот город за короткое время стал важнейшим шлюзом для американских войск, которые должны были попытаться окружить немецкие войска с запада и юга. На немецкой стороне было принято решение начать контратаку на Авранж и уничтожить американский плацдарм. 6 августа с нашей стороны в качестве первого эшелона наступления выступили части 2-й и 116-й танковых дивизий. 2-я танковая дивизия СС Дастрайх и 17-й танковой дивизии СС Гёцфон Берлихинген. За ними во втором эшелоне должна была наступать 1-я танковая дивизия СС Лейпштандарт Адольф Гитлер. Это наступление, названное операцией Людтих, стало неожиданностью для неприятеля и сначала было успешным. Без больших потерь мы заняли город Лемениль-Аделе и стояли прямо перед Авраншем. Я с моей батареей успешно участвовал в этом наступлении, обстреливая вражеские позиции. Позднее американцы так написали об этом нашем 20-ти километровом прорыве. Наступление боевой группы привело нашей части в полный беспорядок. Противотанковая оборона 39-го американского пехотного полка бросила всё своё вооружение и бежала. 12 танков были уничтожены, 7 танков сгорели вместе с экипажами. Но и наши соединения несли высокие потери. Прежде всего от неожиданно вступивших в бой на второй день 90-миллиметровых противотанковых пушек. Наступление остановилось. Город Леминили-Деле сначала мы удержали. Как это обычно было в Нормандии, город был окружён живыми изгородями. Я искал себе позицию для наблюдений за врагом. Башня церкви сама напрашивалась для этой роли, и я взобрался на её толстые стены вместе с моим лейтенантом Альберти и радистом унтер-офицером Хеннингстеном. Моя батарея встала на позиции перед городом. Как только я подготовил всё для стрельбы, я увидел танки противника, продвигавшиеся к городу. У меня был отличный обзор, и я открыл огонь по врагу, вынудив танки отступить. Как и следовало ожидать, американцы остановили атаку, чтобы затребовать артиллерийскую поддержку. Так как мои снаряды ложились очень хорошо, они заподозрили, что огнём управляют с башней церкви. Через короткое время по мне начали стрелять артиллерия и танки противника, и так интенсивно, что наблюдать дальше было невозможно. Удары по башне и по нефу церкви были такие сильные, что мы не слышали друг друга. Я увидел, что ко мне хочет прийти мой командир дивизиона майор Хаузель, но из-за разрывов снарядов он должен был спрятаться в укрытии. Он заскочил в дом возле церкви. Снаряд попал прямо в этот дом и полностью его разрушил. С этого момента майор Хаузель считается пропавшим без вести, но со всей вероятностью он погиб. Вражеские танки уже были прямо перед церковью и стреляли через изгороди. Мне надо было удирать. Наших танков или противотанковой артиллерии не было и духа. Я приказал моему броневику подъехать ближе. Под градом снарядов мы прыгнули в броневик и помчались по направлению к центру города. Но это была поездка к гибели. Прозвучал ужасный удар по моему броневику, и я выпрыгнул из него. Снаряд попал в переднюю часть броневика и пробил его насквозь, но, к счастью, он не взорвался. Однако из моего экипажа я больше никого не видел. Я не знал, что наши танки уже прекратили атаку и отходили из города. Враг уже обошел нас с флангов, и мы были практически окружены. Сначала мы приняли бой против наступавших с внешней стороны американцев. Вместе с несколькими оставшимися пехотинцами мы пытались обороняться в ближнем бою. Положение стало безнадежным, но в плен я ни в коем случае попадать не хотел. Неожиданно рядом со мной появился мой друг Данненберг. Он был адъютантом майора Хаузеля. Вместе с лейтенантом Альберти и унтер-офицером Хеннингстеном, которые снова были со мной, мы искали и нашли дыру. В живых изгородях нырнули в нее и после короткой пробежки оказались на поляне, на которой стоял крестьянский дом. Мы осторожно к нему приблизились. Дом был пустым, вокруг него солдат тоже не было видно. Мой лейтенант Альберти неожиданно снял куртку и стал мыться в корыте, из которого поили скот. Я стоял за дверью дома и увидел, как два американца спускаются по склону и идут к моему лейтенанту. Один из них поднял свою винтовку и закричал «Хэндап!» Руки вверх. Лейтенант Альберти удивленно повернулся. То, что затем произошло, было невероятным. Альберти мальненосно выхватил из рук противника винтовку, направил ствол вниз и что-то ему сказал. Я помчался к нему на помощь, выхватил пистолет и закричал «Хэндсап!» Руки вверх. Оба американца быстро подняли руки. Они сдались и отдали нам свое оружие. Во время короткого разговора выяснилось, что мы имеем дело с лейтенантом из Филадельфии, а второй был простой солдат. Попадание в плен лейтенант воспринял абсолютно невозмутимо. Что я должен был делать с двумя пленными в нашем положении из-за линии фронта? Я хотел вернуться к своим и решил так. Я пообещал американскому лейтенанту их освободить, если он поможет мне перейти через позиции американцев. Я ему сказал «Джентльманское соглашение». Он возвращается на свои позиции и говорит американцам, чтобы они по нам не стреляли, дали нам пройти. То есть мы должны были подобраться к американским позициям сзади и если нас обнаружат, он должен был появиться перед американцами, заговорить с ними и в возникшем беспорядке мы должны будем проскочить. По крайней мере, мы должны попытаться это сделать. Пока не стемнело, американец показывал мне фотографии своей семьи и я ему тоже показал свои. Ночью, правда светила луна, мы пошли. Я нащупал телефонный провод, незаметно его перерезал и по этому телефонному проводу мы дошли до позиции пулемета. Теперь надо было действовать быстро. Американцы были застегнуты врасплох, и не могли понять, мы враги или друзья. Я толкнул моего пленного, он быстро отреагировал и заговорил, дав тем знать, что он свой. А мы помчались по лежащему перед нами склону. Светила луна, а вокруг нас свистели пули. Мы свалились в воронку от бомбы и перевели дыхание. Мы были так изнурены, что решили сначала немного отдохнуть. Потом мы побежали дальше в сторону леса. Занималась заря. Неожиданно, за нашими спинами, прошли три американца. Они нас не заметили, мы по ним тоже не стреляли. Около 10.00 мы пришли на какой-то хутор и попытались найти воду. Было жарко, и мы умирали от жажды. Неожиданно мы застыли от ужаса. На хуторе было огромное количество танков и грузовиков противника, и вокруг стояли часовые. Мы быстро спрятались и ждали до ночи. При этом нас обстреливала наша собственная артиллерия. Ночь мы повели в каком-то лесу. Доведенные до изнеможения мы заснули. А днем мы начали осторожно продвигаться сразу за врагом. Когда вновь стемнело, мы перебежали через открытую местность и нас обстрелял немецкий танк. Ночь опять была светлой, светила луна. Мы постоянно должны были укрываться от немецкого танкового огня и бомб немецких самолетов. К этому моменту мы потеряли терпение и пошли прямо к линии фронта. Мы нашли ложбину с живыми изгородями, поползли по ней по-пластунски и наткнулись на спящего американца. Часовые ходили туда и сюда, стоял пулемет. Как нам было через это пройти? Мы решили действовать внезапно. Мы открыто прошли через спящих американцев и нырнули в кусты. Часовые нас видели, но все происходило слишком неожиданно для них, и они не успели отреагировать. Когда часовые с пулеметом проснулись, было уже поздно, мы исчезли. Перешли ли мы уже линию фронта? Как нас, идущих со стороны противника, примут собственные товарищи? Откроют ли они по нам огонь? Собравшись с духом, мы пробежали через лес. Там, на просеке, свете луны, мы увидели блеск немецкой каски. Это был часовой первой танковой дивизии СС Лейпштандарт Адольф Гитлер. Он нас заметил только тогда, когда мы его окликнули. Вернувшись к нашим товарищам, мы должны были рассказать наши приключения, и репортер из роты пропаганды их записал. Наступление на Абранж провалилось. Основной причиной этого было тотальное превосходство врага в авиации, а кроме этого массированные атаки танков и сильный артиллерийский огонь. Наша боевая группа потеряла две трети личного состава. В ночь с 11 на 12 августа 1944 года 2-я танковая дивизия начала отступление. 13 августа в ее составе насчитывалось от 3 до 4 тысяч человек, 25-30 танков, 40 орудий и около 800 грузовиков. За свои персональные достижения во время наступления на Абранж я во второй раз за короткое время был представлен Крысовскому кресту. Представление 22 октября 1944 года капитан Бербик, который после гибели майора Хаузеля командовал 1-м дивизионом с 74-го танково-артиллерийского полка написал следующее. Капитан Ханлайн сопровождал наступление на Абранж в качестве передового наблюдателя в танковой боевой группе. Утром 8 августа, продвинувшись на 20 километров до Ле-Мениль-Аделе, боевая группа была атакована большими силами пехоты и танков, поддерживаемых авиацией и артиллерией. После того, как враг вошел в город и танк капитана Ханлайна был подбит, он собрал несколько человек и в тяжелейшем ближнем бою в городе оказал решающее сопротивление и заставил врага отступить с большими потерями. После того, как капитан Ханлайн вместе с еще одним офицером и одним унтер-офицером были захвачены врасплох, им удалось через короткое время после попадания в плен захватить и забрать с собой сопровождающих их американского офицера и унтер-офицера. Два дня и три ночи группой пробивался 17 километров через плотно занятые частями противника район, постоянно участвовав в ближних боях, во время которых американские лейтенанты и унтер-офицер смогли сбежать. Несмотря на большую физическую усталость и на иногда казавшееся безнадежном положении, капитан Ханлайн как во время наступления, так и во время трудного прорыва из окружения показал образцовое поведение и выдержку. За свой героический бой у Ладенизье капитан Ханлайн 28 июля 1944 года уже представлялся Крысорскому кресту Железного креста. Бербик капитана командир дивизиона. После развала фронта группы армий Центр в России и уничтожения дивизии целиком летом 1944 года отдельным солдатам или даже небольшим боевым группам удавалось выходить из окружения даже после недель на вражеской территории. Так возникла идея каким-то образом поощрять эти достижения. Так называемые вернувшиеся бойцы могли рассчитывать на награду следующей ступени из тех, которые они уже носили. Особенно это относилось к командирам больших боевых групп, которым удавалось вывести их к линии фронта. Данная практика представляет собой разительный и обидный контраст с отношением к пробившимся из окружения бойцам и командирам на советской стороне. Командир 74-го танково-артиллерийского полка полковник де Буше, который принял командование в конце августа 1944 года, поддержал мое представление на рыцарский крест, ссылаясь на это, как его позже назвали, положением о вернувшихся бойцах. Танково-артиллерийский полк 74 штаб 24 октября 1944 года. Ссылаясь на командное положение от 4 октября 1944 года, ходатайствуя и направляя выше, капитан Хайнлайн во времени поступления в полк во всех ситуациях проявлял себя как особенно храбрый, хладнокровный, но и осмотрительный офицер. Его известные всему полку храбрые подвиги позволяют ему быть особенно заслужащим высокой награды де Буше, полковник и командир полка. Но и после этого второго представления я не получил высшую немецкую награду. Интервью Артём Драбкин Литературная обработка Сергей Анисимов Комментарии Артём Драбкин Сергей Анисимов Конец третьей части Читал Олег Лобанов Драбкин Редактор субтитров А.Захстан Продолжение следует...